всем привет ребята с вами я мега и мы продолжаем делать нашу товар defense в принципе у меня добавились небольшие модельки и мы сейчас будем делать условия победы то есть у нас есть условия поражения game over который вызывается и поражение и что-то он делает также мы написан метод викторий и еще сделаем чтобы наши волны спавнились в очередности они постоянно то есть у нас волны сейчас спавнятся как бы ну просто юниты спавнятся спавнятся нон-стопом получается лишь за задержкой в 10 секунд между волнами нам же нужно сделать чтоб следующая волна спавнилась после того как предыдущая вся умрет либо же дойдет до конца там для этого мы переходим геймод где у нас есть вот эта вот конструкция отвечающая за спавн наших юнитов находим здесь мы место где мы переключаем волны волны переключаем мы вот здесь то есть у нас есть вот ключик если юнитов в текущей волне юниты закончились мы текущую волну инкрементируем идем на следующую ключ обнуляем и время тоже обнуляем но нам надо сделать так чтобы когда последний юнит с текущей волны когда умирает только тогда спавнить следующую волну как же нам это сделать у нас есть идем game world гейм мод у нас есть где-то game units вот они game units это юниты которые находятся сейчас в игре которые в сцене юниты когда достигают здесь как бы если так посмотреть по спавну юниты спавнятся они сразу добавляются то есть когда волна еще волна еще не вся как бы закончилась не все юниты умерли с текущей волны или не дошли до конца они будут в game units и находиться и то есть когда данный лист будет равен нулю то есть в текущей волне закончились юниты и они либо все умерли либо дошли до конца вот это мы можем использовать для того чтобы сделать очередность идем вот сюда где мы инкрементируем и запускаем делаем проверку так и нам нужно сделать следующее мы берем game units game units и в листе есть такая штука как каунт каунт как бы возвращает нам число элементов в листе то есть когда она будет равно 0 значит все юниты которые были заспавнены они либо умерли либо дошли до конца то есть мы выполняем это условие когда у нас каунт будет равен нулю принципе все так вот здесь двоеточие случайно удалил принципе все теперь мы добавили после этой конструкции у нас волны будет спавниться в очередности давайте это проверим запускаем ждем десятой секунды как обычно первый юнит пошел второй пошел на двадцатой секунде должны заспавниться следующая волна но она не будет спавниться так как эти юниты еще два живы вот сейчас бы заспавнились еще юниты но они не спавнятся потому что у нас еще текущая волна не была завершена принципе так и должно быть вообще два юнита дошло сейчас они дойдут до конца потом через десять секунд должна по идее заспавниться следующая волна смотрим а мы проиграли два из двух давайте перезапустим и поставим пару товаров перезапускаем поставим чтобы этих юнитов можно было убить вот теперь у нас мы сейчас не проиграем так как у нас остался один юнит а для поражения нам нужно пропустить всего два ждем 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 10 секунд и вот заспавнились следующая волна все работает в принципе теперь нам нужно написать наш метод победы метод виктори мы его так назовем идем game over так как ну game over считается как бы завершающий последним методом который идет то есть это конец игры все после конца игры обычно ничего не происходит так как мы его оставим в самом низу кода и будем писать чуть чуть выше пишем паблик войт виктори виктори вроде бы так пишется победа все здесь мы будем описывать то что будет происходить при победе и собственно идем 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 выше идем обратно в спавн юнитов вот он спавн так 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 как же нам сделать этот метод победы вот в принципе в принципе в принципе в принципе волны спавнятся у нас вот здесь есть когда в вот это вот вот этот код выполняется когда все волны отспавн отспавнились то есть все юниты уже заспавнились можно по моему сейчас где нибудь сделать еще одну проверку когда у нас взять крит фэлс то есть когда все все волны отспавнены и проверить наших юнитов то есть проверить наш массив не массив а лист game units и когда крит будет created будет равен фолс и game юнитов в листе будет тоже ноль значит а даже не так да можно в принципе сделать и так game units когда ноль created фолс и сюда еще кое-что можно добавить будет пропущено юнитов пропущено юнитов даже не так блин да можно взять вот сценарий поражения где мы писали это пропущено юнитов если оно больше либо равно максимальное которое мы можем пропустить здесь сделать else if и сделать проверку и что нибудь проверить там проверить наверно можно этот крит крит вот здесь можно и вписать можно попробовать принципе иначе если пишем пишем если created а вот так вот можно наверно даже сделать и и потом когда мы все перестали создавать все волны то есть created false значит все волны уже были заспавлены и проверить game units game units а точка каунт а равна нулю как то так то есть а мы от спавнили всех юнитов и то есть последняя волна юнитов заспавнилась мы проверяем когда мы убиваем всех юнитов у нас либо сработает вот эта вот конструкция то есть если мы пропустим юнитов последней волне и если вот это условие выполнится то естественно вот это даже проверяться не будет и у нас вызовется game over мы проиграли то есть мы пропустили юнитов больше чем нужно если мы не пропустили больше чем нужно мы проверяем все мы больше не спавним юнитов и проверяем если мы всех юнитов убили то это победа в принципе можно вызывать метод виктори вот здесь а виктори и можно сразу же это все проверить будет ли это работать идем идем ниже 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 опускаемся находим наш виктори и идем в game hat game hat при поражении мы вот вписываем вы проиграли давайте просто скопируем вставим вы выиграли напишем вот так вот и сейчас проверим запускаем по идее должно все работать давайте с первого убьем поставим кучу товаров чтобы всех юнитов ну ни одного мы не пропустили и чтобы посмотрим сможем ли мы выиграть будет ли работать наше условие довольно таки толстый юнит 21 хп у него но все таки он приплыл давайте сделаем апгрейд на 2 заспавнивать вторая волна и тоже юниты идут идут ну тут у них по 12 хп и они умирают и заспавнивать последняя волна это типа босс в последней волне у него тоже 21 хп и мы его убиваем и у нас по идее должно написаться вот здесь виктори ждем 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 и оно не пишется вот вы выиграли с большой задержкой почему то пишется это скорее всего сейчас я даже примерно по не знаю почему знаю почему примерно так пишет то есть у нас есть спавн юнитов последний юнит заспавнился прибавляем таймер между юнитами обнуляем проверяем это условие выполняется начинает вот это вот условие инкрементируется и собственно ставится таймер в 10 и потом начинает вот этот вот таймер срабатывать в 10 секунд после чего только начинается проверять курвей и уже крит фоллс делается крит устанавливается как фоллс спустя 10 секунд из за того что мы вот здесь вот устанавливаем обнуляем таймеры с этим можно бороться только если данный таймер переместить вовнутрь либо еще каким-нибудь способом можно просто сделать это здесь еще где-нибудь условия добавить и все на принципе нас и так устраивать небольшой такой задержкой будет в дальнейшем может мы это и исправим в принципе у нас все работает нормально теперь метод виктори написали кое-что доработали и наверное подготовим наш интерфейс интерфейс к следующему видео в следующем видео мы будем делать систему дебафа юнитов или же бафов юнитов для этого мы будем сейчас подготавливать нашу эту находим наши кнопки апгрейд и сел и ну в принципе они могут здесь и находиться все у товаров как бы не будет дебафов а снизу сейчас сделаем здесь полоску дебафа идем в description панель UI выбираем пенель перемещаем самый верх так раскрываем указываем как внизу посередине и собственно сейчас будем настраивать 32 давайте 33 даже 35 вот так вот сделаем ну в принципе размер вот этой самой штуки не важен и размещаем ее где-то примерно вот так так давайте возьмем цельное число 21 все прекрасно настроим цвет уберем прозрачность или нет или уберем и добавьте сделаем какой-нибудь цвет можно взять красный и сделать его вот таким темным или же белым взять какой-то такой сероватый давайте оставим такое и потом уже все сделаем как нам нужно выбираем ренейн дебаф о боже мой дебаф пенель так 2f хотя по-моему там и пишется 2f вроде бы ну да ладно и собственно жмем на нашу панельку идем UI выбираем raw image raw image raw image raw image убираем галочку галочку с река с таргет наверное или нет мы нее не убираем оставляем иконки я заготовил они у меня где-то есть мой компьютер tower defense вот такие иконочки у меня будут 4 иконочки 4 разных типа дебафа мы сделаем размером они 32 на 32 поэтому мы сделаем точно такие же размеры 32 на 32 ну первую разместим вот здесь и собственно нам нужно ее позиционировать где-то вот здесь давайте 111 18 18 17 ну вот так разместим ее напишем дебаф 1 теперь можно просто копии пест переместим переместим вписываем 2 и просто по иксу перемещаем копируем вставляем перемещаем перемещаем и позиционируем все просто в принципе и позиционируем четвертую иконку ой не туда не туда нажал по иксу в принципе все у нас вот будет 4 разных вида дебафа как собственно у меня 4 иконки есть дебафами разными дебаф на армур периодический урон мы сделаем чтобы наносился ну типа огненный ну поджигать цель фрост холод вроде или мороз типа такого будет замедлять скорость передвижения наших юнитов и псионик она будет уменьшать здоровье наших юнитов в процентном соотношении по моему да скорее всего сделаем в процентном соотношении чтобы уменьшалось здоровье будет удобно делать такой great товарам нам при боссах каких-то с большим здоровьем ну и просто против юнитов с большим запасом здоровья будет выгодно делать такой great пока миссия вот придумал только 4 разных дебафа потом придумаем еще вот у меня есть 4 иконки где то есть максимум можно иметь 4 дебафа ну в зависимости от того сколько висит будет иконки исчезать и так и появляться с дебафами и и все собственно на этом видео подошел к концу всем спасибо за просмотр кому понравилось ставим лайки подписываемся и ждем следующего видео что enemy наши какие 備